Привет-привет, дорогие друзья! Это Татьяна Климова. Добро пожаловать в режим Facebook Live. Я очень рада вас видеть здесь. Спасибо, что пришли. Я буду говорить сегодня по-русски, только по-русски, как вы меня просили. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я буду говорить по-русски, и очень трудные слова я буду объяснять по-английски. Я вижу, что уже есть люди, которые меня смотрят. Пожалуйста, скажите привет, лайкайте, и если у вас есть вопросы, пишите по-русски. Дорогие друзья, сегодня наша тема – это что нужно делать, как нужно себя вести. Вести себя – это to behave, behave – вести себя. Как нужно себя вести, когда вы идёте в гости к русским? Потому что, вы знаете, в каждой стране есть свои традиции, и в России тоже есть традиции. Когда вы идёте в гости, вы должны делать некоторые вещи или не делать некоторые вещи. Это важно знать. Например, когда я была в Японии, я заметила, что в Японии очень много правил, что нужно делать, что не нужно делать. Это было очень интересно. Хорошо. Пункт номер один. Если вы идёте в гости в России или к русским людям, if you are invited, если вы идёте в гости, важно принести что-нибудь, принести подарок. Обычно это конфеты или шампанское или цветы. Русские женщины любят цветы. И мы говорим в России принести что-нибудь к чаю. К чаю. Чай. Ти. То есть это что-то, что вы будете потом есть с чаем. Очень важно что-нибудь принести. Пункт номер два. Очень важный пункт. Это вы, когда вы приходите в русский дом, вы должны снимать обувь. Снимать, снять обувь. Take your shoes off. Снимать обувь. Если вы здесь, реагируйте, пожалуйста, пишите привет, пока. Нет, не пока, привет. Мне очень важно знать, что меня смотрят. Да, снимать обувь. Обувь. Это, например, так. Да, это обувь. Вы знаете, как называется эта русская обувь? Вы знаете? Так. Это валенки. Валенки. Да, типичная русская обувь. Очень тёплая. В России холодно. На улице много грязи. Грязь. Dirt. Если вы были в Санкт-Петербурге в мае, в апреле, вы видели, что на улице очень грязно. Поэтому вы не можете вашей обувью заходить к людям в квартиру. Нужно снять обувь. Take the shoes off. Очень важный пункт. Снять обувь. Тоже в России в квартирах часто есть ковры. Carpets. Да, ковры. Поэтому вы не можете ходить по коврам в обуви. Да, нужно снять. Другая важная вещь. Когда вы приходите в квартиру к людям, часто стол накрыт. Стол накрыт. Накрыт. Ready. Covered. Да, set. Например, во Франции или в Европе. Когда я прихожу в гости, часто стол ещё не накрыт. Часто нужно готовить вместе с людьми, которые меня пригласили. Нет, 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 в России, нет, в России. Если вы не семья, вы первый раз пришли к людям, вы не будете готовить. У вас будет красивый стол, да. А вы... всё будет готово. Стол, красивый стол. Но очень важно, вы не можете сразу есть с этого стола, да. А, спасибо, что вы лайкаете. Вы не можете сразу есть с этого стола. Стол – это часть праздника. Он должен быть некоторое время, for some time. Стол должен быть красивым, да. Нельзя сразу брать. Пусть он будет красивый. Красивый стол. Что ещё? Да, русские салаты. Привет, Джереми. Джереми – член клуба «Русская дача». Спасибо за ваш комментарий. Джереми едет в Питер в сентябре. Да, это очень полезно. Если вы, Джереми, едете к русским людям, идёте в гости, эти советы очень полезны. Русские салаты. Русские салаты. Что такое русский салат? Русский салат – это не салат, где чуть-чуть зелёный салат и помидоры. Нет. Это может быть мясо. Это может быть рыба. Это овощи. И какой главный ингредиент русских салатов? Вы знаете? Какой главный ингредиент? Кто знает? Пишите. Ингредиент номер один русских салатов – это майонез. Майонез. В русских салатах очень много майонеза. Так что, если у вас аллергия на майонез, нужно знать. Много майонеза. Русские салаты. И в России, когда вы приходите, много блюд, блюда, дещис, да, они уже на столе. Во Франции, где я живу, есть первое блюдо, второе блюдо, десерт, да. Но в России нет. В России всё уже на столе. И это очень интересно, потому что во Франции сейчас это «сервис а-ля-русс», то есть это в русском стиле, потому что раньше аристократы, они ели так в России. А в России сейчас это «сервис а-ля-францезе», это по-французски, всё наоборот, да, традиции поменялись. Привет, Расселла, привет-привет. Значит, всё на столе, всё на столе, вы можете брать сколько хотите, да. Например, во Франции, в Англии вам кладут блюда, и вы должны всё съесть, да. Иногда это трудно, это трудно съесть всё. Но в России вы сами, сами решаете, сколько вы хотите съесть. Это очень удобно, я думаю, да. Значит, вы сами решаете. Но русские всегда имеют что-то на столе. В России всегда на столе должно быть что-то, много еды. А для меня это проблема, потому что во Франции люди поели, и потом они пьют вино или десерт, и ничего нет на столе. Но для меня нет, всегда должно быть много еды. И в России, если вы едите, 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 русские будут ещё, ещё, ещё класть еду. Потому что стол должен быть полный, full, полный, да. И я уже видела, как человек, английский человек, ел, 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 и русский ещё, ещё, ещё. Так что вы не должны есть всё, что есть на столе. Вы должны сами решить, когда это достаточно. Да, когда достаточно еды и когда достаточно алкоголя. А-а-а, алкоголь – это большой вопрос, да. Потому что у нас есть большой стереотип, что русские все пьют водку, да. Есть такой стереотип в вашей стране? Напишите. Что думают в Америке, что думают в Италии о русских? Пьют они много водки или нет? Водка. У меня есть водка, которую я не пью, да, только для видео. В России, я должна сказать, что в России есть большой комплекс о водке. Да, в деревне, в маленьких городах люди пьют водку, могут быть проблемы из-за водки. Но в больших городах и средний класс сейчас пьёт вино, больше вино, да. И русские не любят, когда их ассоциируют с водкой. Вы знаете, у меня есть видео, серия видео «Русский водкаст». И когда я написала русский водкаст, многие русские мне писали и говорили, «А, как вам не стыдно, иностранцы будут думать, что все русские пьют водку». Стыдно, shame, да. Потому что русские не хотят, чтобы иностранцы думали, что все русские пьют водку. Привет, 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 Босния, привет, Сербская Республика. Да, и когда вы идёте к русским, вы не должны говорить, «О, водка, водка, давай, давай». Люди не любят это, не все любят. Значит, русские пьют не только водку, но и вино. Сейчас русские любят коктейли, это очень модно, коктейли. Привет, да, мы в Польше имеем такой стереотип, что русские пьют водку стаканами. В США тоже есть стереотип, да. Но вы знаете, Стефан из Польши во Франции, говорят, что он пьёт, как поляк. Значит, во Франции думают, что поляки много пьют. Да, а в Польше думают, что русские много пьют. Интересно. Да, русские любят сейчас коктейли, вино хорошее, они понимают больше и больше вино. Поэтому, когда вы встречаетесь с русским, не надо говорить быстро о водке. Да, но есть, конечно, традиции в России. Есть тосты. Вы знаете тосты, да. Тосты – это когда вы говорите что-то и потом пьёте. Очень важно, когда человек говорит тост, человек говорит тост. О, привет, из Сибири. Привет, Сибири. Когда человек говорит тост, вы должны поднять бокал. И очень важно, когда человек говорит, вы должны держать так. Когда он закончил тост, вы должны выпить. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не обязательно. Всё. Чуть-чуть. И потом поставить. Вы не должны слушать, поставить. И всё. Это нехорошо. Нужно слушать, выпить. Да, хорошо, это очень важно. Если вы знаете несколько тостов, это очень хорошо. Тосты могут быть, например, за дружбу, за Татьяну, за Александра. И очень простой тост – за нас. To us. За нас. За нас пять букв. Если вы не говорите хорошо по-русски, но вы можете сказать маленький тост, это очень-очень хорошо для вас. Да. Да. Очень важно. Особенно для иностранцев. Есть стереотип за границей о России, что нужно много пить водки, алкоголя, и русские будут думать, что вы супер, вы крутой. Да. Но, да, вы можете много пить, если вы хотите, но вы не должны потом лежать, бум, лежать под столом. Да, да, в России очень важно, да, может быть, пить, но быть нормальной, в нормальной форме. Да. Привет из Амстердама. Привет-привет Амстердаму, премьер Роджер. Да, значит, вы можете пить, но вы должны быть в хорошей форме. Только много пить не надо. Есть важный глагол в русском языке, это закусывать, закусить. Например, например, это может быть огурец, огурчик солёный. Вот, видите, да. Когда вы пьёте алкоголь за женщин, хороший тост, Расселла. За женщин, за мужчин, за девушек. Когда вы пьёте алкоголь, нужно есть, да, нужно, например, есть огурчики. Очень вкусно. Да, значит, если вы пьёте алкоголь, нужно много есть, закусывать, да. А если человек пьёт и не закусывает, у него проблемы, да. В России часто мужчины не пьют вообще из принципа, не пьют вообще, don't drink at all. В России это не проблема. Вот, правильно говорит человек, закусывай, и пьяным вдрызг не будешь. Быть пьяным вдрызг, значит, пьяный, completely drunk, да, пьяный вдрызг. Очень хорошая фраза, молодец. О чём я говорила. Да, тосты, водка, да, значит, осторожно, когда вы пьёте, тосты, хорошо. А, другая важная вещь, это где люди обычно едят и пьют. А, это я выражение это сказала. I told you this expression, Roger. Хорошо. Да, в России очень важное место в квартире. Это кто знает, кто знает, какое самое важное место в квартире в России? Кто может написать по-русски? Так, это кухня, kitchen, кухня, да. Почему? Потому что в Советском Союзе не было... Кухня, молодец, Ахмед, супер, кухня, да. В Советском Союзе не было гостиной, sitting room, dining room, гостиная. Почему? Потому что это буржуазный люкс, да. В каждом, в каждой комнате должен жить пролетарий, да. Нет места просто, чтобы сидеть, читать, нет. Это значит, что люди могли все вместе собираться, gather, да, на кухне. Очень часто кухня очень маленькая, но там много людей, да. У моей семьи в Москве не очень большая кухня, но там может быть 10 человек иногда, да. Кухня очень важное место. Когда это большой праздник, иногда стол накрыт, covered, set, накрыт, в самой большой комнате, да, в самой большой комнате квартиры. Вот, что я вам могу еще сказать, да. Да, один важный совет, пишите ваши вопросы, если у вас есть вопросы, пишите, хорошо. Один важный совет, немного странный. В России нельзя свистеть, свистеть в квартире. Свистеть это... Я не хорошо умею свистеть, но это делать... Это свистеть. И в России это плохая примета. Bad superstition, да, superstition, примета. Нельзя свистеть в квартире. На улице, пожалуйста, можете свистеть. В квартире нельзя. Мне, например, все равно. The same for me. Да, мне все равно, но есть русские бабушки. Да, есть русские бабушки, они не любят, когда человек свистит. Да, Расселла говорит хорошо. Это суеверие. А, Ахмед говорит, ты будешь бедным. А, может быть, может быть. Если будешь свистеть, будешь бедным. Да. А, есть другая интересная традиция. Когда есть стол, да, стол, стол, стол. Вы не должны сидеть на углу. Здесь, на углу. You can't sit at a corner. Почему? Кто знает? Почему? Если вы сидите на углу, есть риск, что вы не выйдете замуж для девушки или не женитесь. You will never get married. Если вы сидите на углу. Это ужасно в России. Не жениться, это катастрофа. Хорошо, друзья, у вас есть ещё вопросы? Вот, да, Николина, ты никогда не выйдешь замуж, если будешь сидеть на углу. Да, это примета. Суперстишн. Суеверие. Тоже суперстишн. Ну, дорогие друзья, видите, это не очень трудно. Вы должны принести подарок, когда идёте к русским. Снимать обувь. Take your shoes off. Да, снимать обувь. Вы можете есть сколько хотите, но не всё. Да, но не всё. Потому что русские будут вам давать ещё и ещё. Будут ходить в магазин три раза. Не свистеть в квартире. Не пить слишком много алкоголя. Потому что, например, в Англии, в Англии, где я была очень много раз, ну, вы, может быть, адвокат или юрист, и вы можете пить много алкоголя, и потом вам очень плохо, но для других людей это без проблем, всё нормально. Но в России, если люди видят, что вы много выпили, это может быть очень плохо для вас, для вашей репутации. Если вы бизнесмен для вашего бизнеса, это может быть очень неприятно. Да, Ахмед говорит, нельзя здороваться через дверь. Это правда. Если вы пришли в гости, вы не должны делать через дверь. Да, вы должны зайти в квартиру, правильно, Ахмед, да, и сказать привет. Да. Дорогие друзья, если у вас есть ещё идеи, можете писать, продолжать писать. У меня есть две статьи, articles, об этих темах. Я напишу, я вам напишу эти статьи на русском и на французском после нашей конференции онлайн. Я надеюсь, что вам нравятся мои подкасты, видео. Если вам нравится, вы можете делать дарения на сайте donations. И вы знаете, что у меня есть мой клуб «Русская дача», где вы получаете много разных интересных вещей. Вот, пишите мне, если у вас есть вопросы. Я надеюсь, что это было интересно. До скорого, до следующих встреч. Пока-пока. Целую. Чао. Сайонара. Бай-бай. Ари ведерчи. Пока. Пока.